Доброе утро, радиослушатели! Доброе утро, дамы и господа! И в эфире программа «Красота или удовольствие? Дилемма или всё-таки гармония?» И в студии Светлана Савина и Ольга Шер. Доброе утро! Доброе утро всем жителям нашего прекрасного города Портланд и его окрестностей! Наступило лето, наше долгожданное лето, и, наверное, все те, у кого есть дети, знают, что сейчас закончилась школа, и наступили каникулы, и теперь можно спать по утрам, и, может быть, делать то, что вы хотели сделать, отдохнуть побольше. И, конечно же, когда вы утром просыпаетесь, то сразу же, наверное, думаете, что же сегодня сделать на завтрак? Да, и каждый, честно говоря, иногда этот вопрос застает врасплох. Лучше продумать это с вечера, мне кажется. Да, обязательно, конечно, чтобы утром не болела голова, правильно? Да, чтобы успеть на работу и, в общем-то, хорошо, плотно все-таки позавтракать. Насколько это важно, Завтракать, Светлана? Вот сегодня мы как раз поговорим о том, насколько важно это завтракать, а также самые полезные продукты, которые стоит съедать на завтрак. Прям такой у нас будет сегодня рейтинг полезнейших продуктов. Друзья, а мы у вас спросим, как вы считаете, что такое завтрак чемпиона, что стоит скушать с утра, чтобы день прошел плодотворно и максимально хорошо. Наш в студии номер 971-319-1130. Непременно позвоните нам или напишите, скажите, что вы считаете следует кушать на завтрак. Что же такое здоровый завтрак? Сбалансированный и здоровый завтрак – это тот завтрак, который зарядит вас энергией, сделает бодрее, избавит от дискомфорта в животе. И когда вы начнете день с такого замечательного здорового завтрака, то вы будете лучше концентрироваться в течение дня, вы будете себя чувствовать лучше в течение дня. И, конечно, это вам поможет в течение дня выбирать более здоровую еду. Итак, друзья, я еще раз напомню наш студийный номер. Вы можете позвонить или написать. Вообще скажите, какой вы завтрак считаете самым полезным. Чем хозяйке вы кормите своих родных и близких? Что вы предпочитаете на завтрак? И вообще, важен ли он? Есть ли люди, которые не любят завтракать? Поднимите руки. Мне иногда хочется поднять, а иногда нет. Потому что иногда мне не хочется завтракать, а иногда хочется. Вообще, это хорошая привычка завтракать или так себе? Замечательная. Замечательная. Очень важно, очень-очень важно именно начинать день со здорового, замечательного завтрака. И вот что же такое здоровый завтрак? Здоровый завтрак, он должен включать в себя обязательно белок и жиры, что позволяет надолго нам сохранять сытость. И также нужно, чтобы этот завтрак наш включал витамины группы В, которые помогают нам оставаться энергичными в течение всего дня. А где эти витамины содержатся в группе В? А, вот вопрос интересный. Да, вот знают ли наши радиослушатели, в каких продуктах содержится витамин В? Я точно знаю. Витамины группы В? Ну, я так догадываюсь чуть-чуть, что это что-то животного происхождения. И не только животного, но и животное. Если мы говорим вообще в принципе о витаминах группы В, не об отдельном одном каком-то витамине. В-12 или В-6, да. А если мы говорим вообще о целиком группе витаминов В, то она содержится в разных продуктах. Так вот, полезные и здоровые завтраки. Конечно, одна из самых распространенных и здоровых форм завтрака – это яйца. Ух ты, есть даже такая композиция музыкальная про яйца, группа дискотека Авария. Ну, яйца, ну, каждое утро неужели можно? Не обязательно каждое утро, но яйца являются очень здоровым, полноценным завтраком. И почему? Во-первых, они, как мы уже поговорили, что важно для здорового завтрака. Они содержат белки, они содержат жиры и они содержат витамины группы В. И вообще яйца являются очень самым полноценным продуктом. Там содержатся всё необходимое – витамины, минералы, белки, жиры. Всё, что нужно нам для жизни. Поэтому, чтобы долго не задумываться, очень легко и быстро завтрак. То есть яйца – это как бы в любой момент можно сделать. Вы можете их сделать яичницу, омлет, всякие разные формы. В воде их как бы сварить, да? Пашот. Пашот можно. Я почему-то назвала шкарлупой. Можно без шкарлупы сделать. И вы также можете запечь их в духовке, добавив разные, например, овощи туда или мяско. То есть как бы на ваше усмотрение вы можете добавить разные вкусовые. А вот нам пишут, что любят завтракать только сладким. И яйца не подходят таким людям. Ну хорошо. Чтобы со вкусом сладкий было. Вот сладкий вкус, но... Хорошо. Хороший это завтрак, хорошая привычка. А мы перейдём дальше. Мы посмотрим, какие ещё есть полезные продукты. Ух ты, хорошо. Да, и посмотрим, есть ли там что-нибудь сладенькое для наших сладкоежек. Да, из которых я первая. Да. Вот. В общем, яйца, наверное, самое распространённое, самое удобное и быстрое, и очень полезное, и насыщающий продукт. Потому что, когда продукт содержит жиры и белки, то вы будете долгое время вне, как бы, находиться в состоянии сытости и не хотеть есть через каждые полчаса. Это очень важно для нашего организма, потому что мы не хотим, чтобы наш уровень сахара в крови скакал. И, соответственно, мы реагировали на него тоже настроениями, и наш организм получал какие-то нежелательные последствия. Следующий продукт, который полезен, это папайя. Папайя. Я её называю тропической тыквой. Тропическая тыква, да. Это тропический фрукт. И содержит он энзим папаин, который помогает нам переваривать именно белковую пищу. Ух ты. Поэтому, пожалуйста, вы кушайте свою яичницу и порежьте кусочек папайи. Вот вам и сладенькое. Вот вам вроде как бы и сладенькое, в то же время оно помогает переваривать именно белковую пищу. Поэтому и результат хороший, и настроение, и сладенького что-нибудь покушал. Вот такой вот. Папайя очень вкусный плод. Особенно, когда, вы знаете, он спелый, правильно? Обычно мы, может быть, взять и попробуем. Не нравится нам эта папайя. Ну вот, выбирайте хороший такой спеленький фрукт, и вы будете довольны. Он содержит, он очень также богат витамином С, который имеет противоспалительный эффект и помогает нашему желудочно-кишечному тракту. В качестве перекуса для детей можно сделать в блендере крем из него, из кусочков заморозить. Также можно его добавить в йогурт, и если вы делаете смузи, можно добавить смузи. Ой, прям напомнили мне о смузи, и сразу захотелось. Итак, друзья, мы ждём от вас ещё мнения. Спасибо тем, кто присылает уже сообщение. Подскажите, какой завтрак вы считаете самым полезным, и что вы привыкли и предпочитаете кушать на завтрак? Ну, нам пишут ещё каша. Угу, замечательно. Мать наша. А, и вот как раз мы знаем, например, овсянка очень популярна, правильно? То есть, скорее всего, об этом никто не задумается. Но вот в последнее время стала очень популярна семена чия. Слышали такое? Да, но никогда не пробовала. Так вот, что же такое чия? Что это такое, с чем её идёт? Вот семена чия, это является полноценный белковой продукт. Как мы уже говорили в одной из наших передач. Обычно продукты животного происхождения, белки животного происхождения содержат все необходимые аминокислоты, являются полноценными белками. А растительные продукты очень часто содержат не все аминокислоты и являются неполными. Только несколько, шесть, семь, наверное, наименований растительного происхождения продуктов есть, которые содержат полные белки, полноценные. Звоночек. Давайте его примем и продолжим нашу программу. Одну секундочку, и мы принимаем звонок. Итак. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я лично стою утром, выпиваю тёплой воды, полстакана, стакан, через полчаса, в дорогу, спешу на работу. Обязательно ягода, фрукта, любая, яблоко, что-нибудь самое лучшее. Угу. Полезно, вкусненько. На голодный желудок. Очень полезно. А тогда уже, что вы там наметили кушать, не мешая белки с крахмалами. И всё будет очень прекрасно. И фигура, и здоровье, и энергия. Хорошо, спасибо большое за ваше мнение. Спасибо за звоночек. Вот так вот интересно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Светлана, как вы прокомментируете, как вам такой завтрак? Вот про воду, про это точно. Про воду мы уже очень много говорили. Конечно, в первую очередь, утром, когда проснулись, один-два стакана воды выпиваем. Вы можете добавить лимонный сок, выжать просто кусочек лимона. Либо вы добавите чайную ложку уксуса, яблочного уксуса сырого, не пастеризованного. И это очень хорошая практика. Я люблю пить с водой лимона, лимон, сока добавлять. Но иногда это надоедает. Устаёшь и уже просто по утрам пьёшь воду. А потом через какое-то время опять добавляешь. То есть не обязательно делать это прямо вот каждое утро, каждое утро, потому что нашему организму иногда тоже нужен отдых от того или другого. Но вода, естественно. То есть в первую очередь, конечно, начинаем с воды. Ну и это понятно, что для нашего организма должна быть вода, которая комнатной температуры. Это не холодная, не ледяная какая-то вода. Поэтому да, вода, вода, вода в первую очередь. А потом уже полноценный завтрак. Так, полноценный. Ну а как вы насчёт фруктиков, о ягодах, которых нам сказала радиослушательница? Да, об этом мы поговорим позже. Это есть в нашей сегодня. Это тоже один из лучших. Это один из лучших, да. Так вот я продолжу про семена чия. Чия, семена чия являются полноценным белковым продуктом. То есть она содержит все необходимые аминокислоты, все, которые нам нужны, которые наш организм может синтезировать и которые не может. Поэтому он так важен. И так как он содержит белки, то он насыщает нас на целое утро. Поэтому эти суперсемена богаты незаменимыми жирными кислотами, железом и витаминами группы В. То есть опять же, о чём мы говорим? Белки, жиры и витамины группы В, да? И вот этот продукт содержит всё это вместе. И делается завтрак очень легко. Смешайте семена чия с виндальным, с кокосовым, с любым молоком. И оставьте на ночь. И утром у вас уже готово. А варить нужно? Не нужно варить. А они замачиваются. Чьи семена они желеобразные становятся? То есть они такое, как получается, типа как не желе, но такое густообразное, кашеобразное. Интересно. Консистенция. Кашка такая. Да, и, пожалуйста, вы можете добавить туда. Если нет термической обработки, то получается все витамины сохранены. Да, все витамины сохраняются. И, собственно, очень важно именно замачивать, потому что, ну, вы можете замочить и утром, конечно, будет меньше времени, и они не так успеют раскрыться. Но именно в этой форме как бы оно лучше усваивается, потому что, когда замочено, оно уже полностью разбухает. Да, набухает. И поэтому, да, лучше как бы для организма. Так вот, и вот к этой, вот, собственно, если вы берете, вы можете сделать это и воды добавить. То есть можете использовать молоко, любое молоко, которое, либо иного коровья. Если вы используете молоко, которое животного происхождения, то, конечно, желательно найти где-нибудь кого-нибудь, у кого есть корова или есть, я вот знаю, в Ванкувере продается сырое молоко. Прямо в магазине можно купить, потому что Ванкувер это уже Вашингтон, и у них разрешена продажа сырого молока в магазине. А у нас можно купить только напрямую с фермы. И я знаю места, где это можно купить. Поэтому, пожалуйста, узнавайте, если вы любите коровье молоко, козье молоко, узнавайте, спрашивайте у людей. Если хотите знать, можете мне позвонить, я могу вам подсказать, в зависимости, где вы живете, потому что у нас все-таки большая такая населенность. Поэтому, если вы живете в Хиллсборе или вы живете в Грейшеме, это разные края. Да, части нашего региона. Да, поэтому нужно находить это недалеко от себя, чтобы вы могли этим пользоваться. Ну и также, естественно, используете миндальное или кокосовое молоко, то есть из орехов. А молоко опять содержит протеины и содержит жиры, необходимые нам. Ну и, конечно, витамины группы В. Так что это семена чии вместе с молоком, и плюс вы можете добавить орешков и фруктов, ягод туда, и будет у вас самый замечательный завтрак. Здорово. Здорово. Фруктов и орехов еще добавили. Хорошо. Это вот он, завтрак чемпиона. Вот он, рецепты от Светланы Савиной. Светлана, ну как, мы перервемся на короткую паузу рекламную и продолжим позже? Или сейчас начнем вторую часть программы? Мы можем начать вторую часть программы. Мы можем сказать, еще есть такой вот полезный продукт. И наверняка очень часто, ну все, наверное, его едят и очень часто управляют. И это бананы. Бананы я, честно говоря, каждое утро почти употребляю. Вот, вот, да. Бананы очень-очень полезный продукт. И очень удобный, знаете. Очень удобный. Особенно не нужно ничего дополнительно. То есть можно на бегу, если вы уже убегаете. Вы схватили горстку, если вам некогда, горстку орехов и банан. И вот ваш полноценный завтрак. Как ни странно. Казалось бы, перекус. Но имейте в виду, больше ничего и не нужно. Вот вам банан, вот вам орешки. Вот вам вся калорийность ваша пришла. Да, да. И энергия. Да, это мы любим. И вот фрукты, а ягоды? Что вы скажете о ягодах? Как там говорила радиослушательница наша сейчас в звонке. Полезно, да, с утра? Полезно. И я хочу закончить о бананах. Почему, собственно, они являются полезным? Мы его как бы в список самых полезных продуктов относим на завтрак. Бананы. Знаете, у вегетарианцев вообще бананы – это второй фрукт после авокадо. По значимости. В них есть калий, который помогает работать в нашей нервной системе. И, естественно, посылает сигналы для функционирования всего организма. То есть очень важно. Также в бананах обнаружен трептофан, да? Это аминокислота, необходимая для выработки серотонина, гормона радости. Поэтому, съедая бананы, мы ещё и чувствуем себя хорошо. То есть мы радуемся жизни, наслаждаемся. Бананы помогают нам быть в этом хорошем настроении. Да, настроение повышается как-то, да. И, кроме того, бананы содержат витамин В6, который важен также для работы нервной системы. Так что вот мы опять говорим, что где находятся наши витамины группы В? Не только в животных продуктах, ещё и в бананчиках. Да, вот у нас, да, и в бананах, и, собственно, в злаковых, и семена чия содержат их. Так, нужно теперь чия найти, где купить. Светлана, расскажите, где продаётся чия? А семена чия стали достаточно распространённые. Наверняка люди помнят, может быть, даже если они их не пробовали, но вот они помнят, раньше вот и сейчас где-то рекламировались, такие вот продавались, знаете, голова там такого этого, поливаешь её и травка на ней растёт. Да, да, да. Вот это вот и используют семена чия для вот этой травки, для роста этой травки. На самом деле семена чия сейчас практически можно найти в каждом магазине. Вы найдёте не только в магазинах здоровой пищи, но вы найдёте и в трейдер-джой, и в посткой, и, да, и, как бы, я думаю, это сейчас очень распространённый продукт. Он появился на прилавках во многих магазинах. Всё, пойдём на поиски чия, надо попробовать этот завтрак, потому что, глядя на Светлану, хочется завтракать так, как она завтракает. Так что всё, берём на вооружение и вперёд. А вы также делитесь своими рецептами правильного и вкусного здорового завтрака. Обязательно звоните нам или пишите на студийный номер 971-319-1130. Сейчас можно сделать рекламную паузу небольшую. И мы, конечно же, снова вернёмся через несколько мгновений. Оставайтесь с нами. А мы напоминаем всем, кто только что подключился к Радио Слайк Фэмили, что в эфире программа «Красота или удовольствие? Дилемма? Или всё-таки гармония?» В студии Светланы Савиной мы говорим о полезных завтраках. А что у нас на завтрак, сэр? Да, вот как раз реклама была. Сегодня мы как раз и говорим, что же полезно на завтрак, какие продукты нужно съедать на завтрак, которые очень полезные и являются забалансированным и здоровым завтраком. Хотите, я быстро повторю, что было? Так, это у нас, значит, семена чия с фруктами, орешками или молоком. Потом бананы и орехи. И папайя, овсянка и ещё что-то с самого начала, было первое, я первое забыла. Яйца, яйца. Да, да, да. Полноценные, да, питание. Это такой английский завтрак. Так вот, уже мы затронули о том, что орехи являются одним из полноценных продуктов. И, собственно, орехи богаты белком, жирами, минералами, витаминами. И если у вас совсем нет времени на завтрак, и вам нужно бежать, то орехи — это лучший завтрак, который можно съесть на бегу. И мы уже сказали, вместе с бананом, да? Да, вместе с бананом. Лучше всего подойдут миндальные, грецкие, бразильские орехи, кэшью. И очень хорошо, если вы их сделаете активизированными. А как их активизировать? Их нужно замочить на ночь или на несколько часов орехи водой и слить. То есть орехи, которые мы замачиваем, замоченные орехи, у них происходят химические процессы, когда они начинают набухать. И мы получаем ещё больше витаминов и ценных продуктов. Когда они готовятся прорасти, да? Я тоже слышала, что это самая полезная. Сама фаза, потому что когда орех, он находится в состоянии, как хранилище, да? В спичке. Да, а когда для того, чтобы начинать просыпаться и подготавливать, то есть химические процессы происходят, то есть из одного вещества в другое, и количество витаминов увеличивается при этом процессе. Так вот, орехи являются очень полезным продуктом. И особенно мы сегодня говорим про завтраки, то есть на завтрак. Следующая группа продуктов – это морские водоросли и ростки. Морские водоросли, такие как спирулина, хлорелла и ростки пшеницы, ветграс и побеги ячменя – это продукты, которые можно есть, даже нужно есть. Они богатые растительными протеинами, здоровыми жирами и витаминами группы В, минералами и клетчаткой. Ну, конечно, если это сок ветграс, а клетчатки там нету. Но если это спирулина и хлорелла, то есть в порошковом виде, который вы можете опять добавить, если вы можете просто развести с водой и выпить, либо вы можете добавить, если вы делаете смузи, добавить смузи. Или просто с водой и добавить к своему завтраку. Это морские водоросли, так как они содержат очень много минералов, то они очень полезны и заряжают наш организм энергией на целый день. Ну, это как минимум йод там точно есть, потому что нам все говорили. Йод 100% есть, да. То, что вырастает в океане, то содержит практически, не практически, а все минералы содержат. Красота. Да, полную группу минералов. Очень полезно. Вот, поэтому наверняка морские водоросли и ростки, это является, ну, таким редким очень, особенно в питании, да, это всё-таки менее, особенно в завтраке. Так что подумайте, если у вас... Что-то новенькое, попробуйте. Да, попробуйте что-то новенькое. Вы можете взять порошок спирулинных лореллы, или есть в таблетках такие, то есть, которые можно просто жевать. И также вы можете заехать, сейчас у нас открылось много разных джуз-баров, то есть баров, в которых выжимают свежие соки, и везде, где бы вы ни были, вы практически найдёте сок видграсс, то есть сок ростков пшеницы, который содержит витамины группы В, мы уже говорили, и всё, что нам необходимо. Очень много витаминов. То есть это такой витаминный коктейль для нашего организма. Красота. Стоит попробовать. Ну, как он на вкус? Он сладенький, такой сладенький. Так что вот кто там хотел у нас сладенького? Вот он зелёненький, и он такой сладенький. Так что попробуйте. Может быть, вам понравится. Может быть, это то, что и нужно. И красота в том, что этого сока не нужно выпивать целый стакан. На самом деле это мрюмочка, шат, да? То есть это один ванс всего лишь. А его в этих барах выжимают один шат? Да, их продают шатами. Поэтому вот это ваш такой вот коктейльчик или ваш такой заряд. Витаминный. Следующая группа, про которую уже несколько раз упоминали наши радиослушатели, это ягоды. Ягоды содержат мало фруктозы, и они полезны на завтрак. Они богаты антоцидами и антиоксидантами. Много содержат, опять же, витаминов, которые помогают сохранять здоровье наших клеток. И наш организм, когда какие-то реакции химические, он производит такие фрирадикалы, называются. И вот то, что содержится в ягодах, антиоксиданты, они помогают нейтрализовать эти фрирадикалы, которые разрушают наш организм. Поэтому ягоды очень полезны, так как у них очень маленькое содержание сахара. Поэтому они предпочтительны другим фруктам. И, конечно, наслаждайтесь, ешьте все фрукты, но ягоды, в них очень большая концентрация полезных веществ и меньшее содержание сахара. В общем, ягоды для красоты и здоровья – это самое то. Каждый день добавляйте к своему завтраку. И не нужно много, 8 даже небольших ягодок. Это то, что вам нужно. То есть горстку, практически горстку ягодок. Горстку ягодок. Но мы же любим их как? Их чашками привыкли. О, чашками, да. Я говорю о том, что в течение всего года добавлять их. И поэтому мы можем не обязательно... Сейчас вот сезон у нас ягод, особенно в нашем регионе, потому что у нас их много растет, все они спеют летом, и мы можем ими наслаждаться. А в течение всего года, конечно, ягоды дорогие в магазине. И здорово, если вы летом запасетесь, или вы можете... То есть замороженные ягоды являются очень хорошим запасом, который можно использовать круглый год. А варенье? Слуховато. Варенье. Но варенье все-таки с сахаром, да, конечно. То есть как бы там и здесь, если есть ложечку, нормально. Но, в общем, предпочтительно замороженные или свежие ягоды. Так что не забывайте, добавляйте свой завтрак, орешки и ягоды. Ну, об этом говорили и наши радиослушатели. А что вы еще считаете полезным завтраком, что мы не назвали? И мы ждем о ваших сообщениях и звонков на студийный номер 971-319-1130. Завтрак чемпиона, по вашему мнению, что это? Что это может быть? У разных чемпионов, наверное, разные завтраки. Ну, а потом есть люди, которые могут есть на протяжении лет, да, есть одно и то же и не обращают на это внимания. А есть люди, когда мы все-таки едим что-то, и мы, о, что-то хочется другого бы нам. Что-то новенького. Хочется немножко менять, разнообразить. Неужели опять овсянка, да? Угу, неужели опять овсянка? Так вот, следующий у нас продукт, который находится в списке полезных продуктов на завтрак, это йогурт. Йогурт. И здесь мы говорим, йогурт может быть... Раньше, наверное, мы и не думали, что может быть, кроме как йогурта из молочных продуктов, может быть йогурт из других продуктов. То сейчас, конечно, вы из кокоса можете найти, из almond milk, из миндального молока, то есть йогурт можете найти. Поэтому те люди, которые не едят белки животного происхождения, могут наслаждаться и получать все необходимые, не может быть не все, но, по крайней мере, могут получать те вещества, которые находятся в йогурте. И, собственно, чем йогурт наш полезен? В том, что находятся в нём бактерии. Бифидобактерии. То есть и бифидобактерии нам, конечно, нужно употреблять с пищей каждый день. Так вот, на завтрак, конечно, может быть, кто-то и будет квашеную капусту на завтрак есть, но не каждый, наверное, захочет квашеную капусту на завтрак. Поэтому есть другой продукт. А ты когда уже точно овсянком доест, то все перечисленные вами завтраки. Поэтому другой продукт, который содержит бактерии, полезные для нашего желудка, для нашего пищеварения, это йогурт. Йогурт может быть из молочных продуктов, из кокоса. И, конечно, когда вы покупаете йогурт, если это из молочных продуктов, то из цельного молока сделанный йогурт. И второй какой ещё аспект? А я такой йогурт? А, не обезжиренный, не обезжиренный. То есть используйте цельный. Цельный, да. Используйте цельный. И желательно без добавления, то есть plain, который не содержит. Потому что очень часто они добавляют не просто ягодки в йогурт, а они добавляют, опять же, практически варенье, джем. Поэтому вы можете сами добавить ложку мёда туда, и добавить орешки, и добавить ягодки, и на свой вкус сделать йогурт. А как насчёт йогурта с добавлением отрубей? Замечательно. Очень хорошее пополнение. Опять же, можно семена чае сделать, в йогурт их добавить. Так, нужно попробовать. Вы уже раздекламировали, всё, будем чае пробовать. А у нас ещё вот вопросик есть. Как насчёт яблок? Ну, давайте отнесём яблоки к фруктам, да? То есть, конечно, добавьте какой-то фруктик или ягоды к своему завтраку. Ну, это если просто яблоки на завтрак. Не маловато ли? А есть ли у нас белки? Есть ли у нас жиры? Яблоки нет, белков много. То есть, мы говорим жиры, белки и витамины группы В, да? То есть, как бы, важно для полноценного завтрака. Так вот, всё-таки яблока, одного яблока недостаточно. Так, мы сейчас примем ещё звоночек, если вы не против, и продолжим наш сегодняшний разговор. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро, девочки. Вы знаете, я перед вашей передачей слушала, там одна девочка объявляла, что будет выступать, я не знаю, может быть, я немножко включила, уже так, краем уха поняла, доктор натуропат, и что, где-то у нас здесь недалеко открыли санаторий. Да, открыли санаторий, вы об этом услышите прямо сегодня в 11 часов 15 минут придут представители санаторий. А, в 11.15. Да, боннивилл, hot spring and spa, сегодня будут представители оттуда, да? А, ну, я уже когда вас утомляю, а можно будет ему позвонить тогда так же вот и узнать вопросы? Конечно, конечно, в прямом эфире позвоните и спросите. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Хорошего дня. Так, вот ещё нам написали сообщение. Творог со сметаной. Как насчёт такого завтрака? О, творог является очень подходящим продуктом для завтрака, потому что белок, опять же, содержит белки, жиры и витамины группы В, поэтому творог А является очень хорошим завтраком. Творог со сметанкой. Творог со сметанкой – это то, что нужно. Да, то, что нужно. Так, а насчёт яблок маловато одних яблок. Вот добавляйте их к кашке или к чему хотите. Ну да, то есть, опять же, если мы говорим о том, что полноценный завтрак и здоровый завтрак, как бы всё-таки не хватает, неполное, неполное для того, чтобы организм был заряжен на долгое время, поэтому нужно ещё добавить к яблочку там кашку овсяную. Чего-то вкусного добавить. Что-то ещё нужно добавить. Вот. И, конечно, мы не говорим о том, что если вы делаете для своего организма просто какое-то очистительное время, то есть это временное, когда вы просто съедаете яблочко и всё. То есть, как мы говорим постоянно о том, чтобы поддерживать организм в форме такой, чтобы у нас было много энергии, конечно, нам нужно больше, чем яблоко. Побольше, чем яблоко. Согласна. Итак, наша программа подходит к концу, и нужно бы подвести итог. Угу. А итог такой. Кушайте здоровые завтраки, включайте полезные продукты в ваш завтрак. Мы уже говорили. Яйца органические, особенно которые от кур, которые были на пасутся на улице, они закрыты. Домашние яйца продают. Домашние, да-да-да. И вот в программе «Делай добро» я вот сама уточнила информацию, и уточнила информацию, и сейчас сама покупают только домашние яйца, благодаря вот объявлениям, которые нам шлют, и в газете «Славянская семья» есть информация. Да, так что слушайте радио «Славик Фэмили». Это общественное радио, и много интересного вы узнаете, где можно и молоко купить, и где можно яйца купить домашние. А мы хотели бы получить ваш номер, Светлана, чтобы, если необходимо, вы рассказали о домашнем молоке, где его приобретать, ну и вообще посоветовали, как кожа должна быть. Да, конечно, конечно. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите, чтобы ваше здоровье было всегда такое, быть здоровыми. В общем, проще говоря, если хотите быть такой же, как Светлана, то звоните, звоните. Мой телефон 971-645-0222. И еще раз повторю. 971-645-0222. Буду очень рада вашим звонкам. Итак, друзья, оставайтесь с нами, поскольку прямо сейчас программа «Источник благосостояния» со «Снеженной кисар», а в 11.15 начнется передача вместе с представителями «Боннивилл Ход Ресерт энд СПА». Оставайтесь с нами, поскольку мы расскажем вам о настоящем санаторном лечении у нас здесь, в нашем штате. «Славик Фэмли» работает для вас и держит вас всегда в курсе важных событий. «Источник благосостояния»